Приветствую, с вами дежурный по городу. Меня зовут Дмитрий Гаврилов. Вместе со мной сегодня работает оператор Михаил Осетров. Традиционно начнем выпуск с телезрительских кадров дня. Наконец наступила долгожданная весна. Тепло, светит солнышко, тает снег и даже просыпаются деревья. Не верите? Фотоподтверждение прислала Надежда Хлудова. На улицах города она заметила цветущую сирень. На дереве появились зелененькие почки. Еще один телезрительский кадр дня нам прислала Марина Вегини. Как всегда, по традиции, она нас порадовала новым видео с уже звездой Перми вороной кнопкой. Посмотрим, что в этот раз она вычудила. По кочкам, по кочкам, по маленьким дорожкам в ямку бух. Детям о следующей проблеме я бы рассказал с помощью этого четверостишья. Ну а для взрослых скажу подробнее с фактами не в стихотворной форме. На улице Огородников на проезжей части вблизи дома номер 66 образовалась огромная яма. Появилась она после зимовки. Какого она диаметра, сказать сложно. Яму затопило талыми водами. Автомобилисты с трудом преодолевает эту преграду и даже останавливаются перед ямой. Отметим, что ежедневно здесь проезжают сотни, если не тысячи машин. С вышки и в сторону этого микрорайона. Проблема для Перми действительно острая. И без этой ямы ежедневно на этой дороге создаются заторы. Так что просим дорожников обратить внимание на проблему, которая образовалась на улице Огородников вблизи дома номер 66. Ура! И вновь победа! Несколько недель назад мы, вам, уважаемые телезрители, рассказывали о орудующих в Мотовельхинском районе любителях сбора металла. Давайте вспомним. Мотовельха часто становится местом притяжения тех, кто любит подзаработать на сдаче металла. Так, с улиц района часто пропадают металлические ограждения. Например, с северной дамбы, из райского сада или вблизи Мотовельхинского пруда. Вот очередной случай. На улице Лифаново, вблизи дома номер 28, с проезжей части пропала металлическая плита. Образовавшаяся ямка создает преграды для автомобилистов. Так, накануне один из Пермяков на своем транспортном средстве пробил колесо. Нет, у вандалов, конечно, не проснулась совесть, и они не вернули эти металлические решетки. Но проблему, образовавшуюся на проезжей части, решили дорожники и установили новые железные решетки. Чтобы в этот раз вандалы точно не украли железные элементы, они прикрепили их на большие железные болты. Надеемся, что больше металлические решетки никто красть не будет, и они прослужат очень-очень долго. А вот куда мы сегодня не поедем, так это на улицу Куйбышева. Местные жители пожаловались нам на состояние автобусной остановки улица Моторостроителей. После ремонтных работ, которые проходили на улице Куйбышева, автобусную остановку установили неправильно, говорят местные жители. Вследствие этого внутри остановки начали образовываться лужи. Зайти вовнутрь не представляется возможным, но и речи не идет о том, чтобы просто присесть на скамейку. Еще с одной проблемой к нам обратились жители Сверловского района. С дерева, что расположено вблизи общежития Пет-университета на улице 25 октября 37, свисает здоровенная ветка. По словам людей, она угрожает жизни и здоровью и в любой момент может упасть. Знаем, что весной коммунальщики занимаются кронированием деревьев и верим, что они обратят внимание на нависшую угрозу на этой улице. Вот и все, друзья. Наше дежурство подошло к концу. Напоминаем, что свои сообщения с фото и видеоматериалами вы можете, как всегда, отправлять в наш мессенджер Viber. Номер простой 8 951 952 02 22. На сегодня это все. Увидимся. До скорых встреч. Пока.